И вновь доброе утро говорим мы тем, кто только присоединился к нам и напоминаем, вы смотрите программу «Твое утро». Нашим партнером является проектно-строительная компания «Хангруп», известный в городе как застройщики жилого комплекса «Батыс-Орда» в микрорайоне «Батыс-2» по проспекту Али Молдоголовы, 63А. Здесь вы сможете найти одну, двух, трехкомнатные квартиры и даже пятикомнатные квартиры по очень демократичным ценам от 120 тысяч тенге за один квадратный метр. Да, в чистовом варианте квартиры вы найдете поклеенные окрашенные обои, выровненный стены и потолок, ламинат на чистовой стяжке пола со звукоизоляционной подложкой, керамическая плитка в ванных комнатах, надежные входные и межкомнатные двери и металлопластиковые окна, застекленные лоджии, современные отопительные приборы и полностью выполненная электрика. Ну, если у вас возникли вопросы, вы всегда можете обратиться за дополнительной информацией в отдел продаж компании. По телефону 41 80 46 вы сейчас видите контакты на своих экранах, либо подойти в офис компании 23B по улице Моресьева, 80, корпус 2, либо найти ответы на свои вопросы на их официальном сайте prokv.kz и на страничке в Инстаграм собачка-квартира 04. Ну что ж, а у нас сегодня в студии Наталья Владимировна Сердюк, главный инженер проекта в компании Хангрупп. Доброе утро, Наталья Владимировна. Доброе утро. Как ваше настроение? Настроение прекрасное. Наталья Владимировна, ну, у нас к вам первый вопрос. В нашей студии ваши коллеги уже были, мы много интересного, полезного узнали для себя, но у вас хотели бы все-таки более подробную информацию узнать непосредственно о доме. Ну, наш дом, вы, наверное, уже слышали, он находится в перспективном районе, это Батыс-2. Вы, если были в этом районе, это такие, как сказать, там широкие улицы, просторный такой район, очень много интересных зданий. Я, в общем, очень надеюсь, что наше здание останется там незамеченным, и оно значительно украсит, мне кажется, этот микрорайон. На первом этаже располагаются коммерческие площади, с второго по девятый этаж это располагаются квартиры. Ну, дом очень красивый, у него фасады решены в двух, ну, наверное, вы, наверное, по рекламе видели, значит, в двух цветах, это черный и белый, это такие контрастные цвета. Да, и такой фасад получается стильный такой, элегантный, современный, да. Такой незамеченным не может остаться, конечно. Ну, если охарактеризовать несущие конструкции нашего дома, то здесь основным является связевый каркас. Связевый каркас, что это такое? Это монолитные железобетонные колонны и монолитное железобетонное перекрытие. Вот это основные несущие конструкции. Ну, а заполнение стен наружных идет уже, они являются ненесущими, и заполнение идет облегченными газобетонными блоками, толщиной 300 мм, потом к последующему утеплению. Вот у меня, да, такой нескромный вопрос к вам. Наша съемочная группа на днях была у вас на объекте, и заметили такой момент, стены тоньше все-таки, чем кирпичные, с чем это связано? Ну, ни одна стена не принимается или не применяется без специальных расчетов. Для того, чтобы назначить, например, толщину стены, делается специальный расчет, который называется теплотехническим расчетом. Так вот, наша стена, например, в 300 мм, с последующим утеплением жесткой минераловатной плитой, например, 80 мм у нас, по торцевым стенам вообще 150 мм. Она по теплотехническим характеристикам равняется стене из кирпича в 77 см. Но у нас еще есть достоинство, что эта стена наша достаточно, намного легче. Естественно, нагрузки будут на основные несущие, значит, конструкции значительно меньше. Ну, главный инженер проектов – это большая ответственность. Наверняка клиенты приходят к вам. Какие чаще вопросы задают? Ну, чаще всего вопросы – это, как сказать, два вопроса. Это, во-первых, людей интересует перепланировка внутри, это всегда хочется подвинуть что-то или развить. Сделать, да, да, или расширить. Под себя, под себя. Ну, вот и второй вопрос – это по внутренней отделке, в каком виде мы будем им передавать эти квартиры. Ну, подвинуть, передвинуть, конечно, нам гораздо проще, например, чем в кирпичном стане. Почему? Потому что вы уже, вот то, что я впереди сказала, у нас монолитные технологии. То есть, получается, несущие только перекрытия и колонны. А все остальное заполнение можно двигать, потому что оно является ненесущим. Поэтому мы идем часто навстречу нашим, значит, покупателям. Если они просят передвинуть перегородки, мы идем навстречу, проемы передвигаем вот таким образом. Или убираем иногда совсем, значит. Ну, и второй вопрос – по внутренней отделке в каком виде. Ну, вот эти все помещения общего назначения, например, холлы при лифтах, например, там, лестничные клетки, коридоры, делаются до полной готовности, доводятся до полной готовности. А вот внутри помещения, квартиры уже, там делается, значит, отделка, отделываются, например, стены и перегородки отделаются сухими смесями. Делается грунтовка, затирка. Самому владельцу потом остается только нанести покрывочный слой. То есть это или покрасить, то есть какими-то выдуманными красками, или же наклеить обои. А нет такого, что можно договориться, и ваши рабочие могут все… Ну, безусловно, это же делаем… Мы же строители, ну, естественно. Каждому подход индивидуальный. Да, индивидуальный. Это замечательно. Пожалуйста, есть у вас желание заказать какие-то работы наши, мы обязательно откликнемся на это. А вот меня еще такой вопрос интересует. Вот сейчас проблема вот в наших старых 90-х домах, годов в домах, негде припарковать машины, парковка имеется, может быть, подземная будет? Парковка, с парковкой у нас тоже интересное решение. Значит, у нас первое вот такое применено, значит, решение. У нас детские площадки все вынесены на второй уровень. То есть сделана такая железобетонная конструкция. На… в пределах, значит, второго этажа у нас располагаются детские площадки, а вот внизу у нас предусмотрены парковочные места. И то есть они получаются как бы под таким железобетонным навесом. Ну, помимо этого, еще парковочные места предусмотрены под навесом на территории двора. Ну, это решение очень интересно, а о нем можно говорить очень много. Отдельно поговорим, да? Да, это вот вы, как сказать, можете приклинивать к нам в офис, я вам покажу чертежи, расскажу, покажу цветные картинки. Очень интересно. Ну, и здесь мы тоже можем проиллюстрировать нашим телезрителям, да, на какой стадии сейчас строительство. У нас есть иллюстрация, давайте посмотрим. Несколько слов вы скажете. Наталья Владимировна, ну, вот так будет выглядеть дом. Да, вот эти элегантные фасады. Вот чем они обусловлены, эти элегантные фасады? Это фасадные панели с оцинкованной стали. Толщину принято 0,7 миллиметров. Это позволяет, что вот эти все плоскости всегда будут оставаться вертикальными. И мало того, эти панели являются у нас еще несгораемыми. То есть это основное требование по противопожарным нормам. Ну, полимерное покрытие на них очень стойкое. Фасад всегда будет выглядеть свежо и красиво. Ну, вот интересные, смотрим интересные снимки. И вот такая еще изображена. Необычный фундамент какой-то. Это что вот? Да, ну, вы знаете, что в доме это основной, это фундамент. Вот после того, как были сделаны геологические исследования грунтов на нашей площадке, оказалось, что в основании дома набухающие грунты. А эти грунты, это считается слабыми грунтами, и они подвергаются деформациям. То есть фундаменты могут давать осадки. Ну, после такого анализа, чтобы вот не было неравномерной осадки, чтобы там не появлялись потом здания трещины, перекосы какие-то, нам были приняты суперпрочные фундаменты. Это монолитная железобетонная плита. Такий фундамент называется сплошная плита. Толщиной 750 миллиметров, они армированы, так как раз вы видели, армирование там мощное, они армированы пространственными каркасами. Этот фундамент очень основательный. Прочный. Никаких, да, и потом вот эта плита, она работает как единое целое, она нагрузки передает равномерно на основание, в результате никаких перекосов не ожидается. Ну и, наверное, последний вопрос, времени у нас совсем мало. Какие еще интересные проекты нам ждать от вашей компании «Хангрупп»? Да, «Хангрупп» на ближайшее будущее у нас вот два интересных проекта, я хотела бы особо отметить. Это значит, один мы называем «Алаш Арда», он находится тоже в Батасе, в микро-районе Батас, только немного восточнее нашего Батас-Арты. И этот комплекс вообще интересен тем, что здесь вообще, вообще все новые технологии применены. Вообще подход совершенно другой. Во-первых, например, подход по поводу благоустройства, у нас здесь такой девиз или принцип «двор без машин вообще». То есть будет предусмотрена такая парковка, что с одной стороны двора машина въезжает в паркинг подземный и выезжает с другой стороны двора. То есть она двор вообще машину не пересекает. Ну и в самих квартирах по планировкам, да, у нас тоже здесь прогрессивные большие решения, так скажем. Здесь, значит, у нас максимально подошли, значит, к вопросу обеспечения свободы каждому члену семьи. Ну что ж, спасибо большое за такой интересный рассказ. Надеюсь, наши телезрители все услышали, все, что вы хотели донести. И, конечно, желаем вам успехов в дальнейшем. Надеемся, что скоро вот этот красивый жилой комплекс мы увидим. Ну, у нас есть еще и вип-предложения, и, значит, много интересных предложений. Мы можем все это показать и рассказать. Приходите к нам в офис. И мы думаем, что в дальнейшем мы, значит, еще будем встречаться. Мы же, в свою очередь, приглашаем вас в гости всегда в студию. Рады вас видеть всегда, потому что, на самом деле, сейчас вопрос жилищный стоит остро для многих, я думаю, актюбинцев. Ну и мне бы хотелось напомнить, что ровно через неделю, в среду, 29 ноября, в нашей программе, в этой студии, в прямом эфире, пройдет розыгрыш ценных призов среди членов кооператива «Квартира 04». Так что не пропустите. Продолжение следует...